Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Нурланд. Мы с вами остановились на том, что у нас идёт полным ходом взаимодействия с нашими соседями. Это приводит к чему, что мы позвали к себе в гости товарища Леримона Лорда, которого мы должны будем, по идее, запаковать и сделать нашим пленникам, чтобы получить 900 копеек от товарищей из Луноземья, потому что они хотят, чтобы мы его деактивировали. Чем мы, собственно, и займёмся. Это ещё и поднимет отношения с Тимелосом. Единственное, что я хочу запомнить по времени, тут у нас хорошее отношение 22, тут у нас плюс 40. Если мы через тёмные дела бы сделали похищение, то мы бы потеряли 60 отношения с Барамылом и Матриархатом минус 20, и потеряем статус любящейся. Ну, статус мы в любом случае скоро потеряем, но это не страшно. Вот. При этом я хочу увидеть, что будет, если мы сделаем то же самое, по сути. То есть мы пленим Лорда, но только чуть по-другому. Ну, мы его хитро пригласили к нам, а там мы его пленим. Вот же я хочу проверить, будет ли это работать. Пока что работаем дальше. У нас что идёт? У нас идёт постройка Ишафота, у нас идёт постройка канцелярии. Так, Леримон пришёл. Ну, пусть пока тусит, мы можем кому-то его направить. Пока мы его пленить, наверное, не будем. Так, попытка захватить в плен выбранного персонажа, пока он спит. Если персонаж не проснётся, вероятность 40%, персонаж становится заложником. Если похищаемый проснётся, завяжется драка с исполнителем, после чего цель попытается убежать из поселения. Но у вас всё ещё будет шанс его захватить, если исполнитель или стражники оглушат его. В любом случае, вы наручите священной законности приюса, отношения между вашим королём и соседним королевом очень сильно ухудшатся. Вот я хочу увидеть, насколько сильно. Лояльность исполнителя должна быть выше 75, чтобы он взялся за задание. Ну, по логике вещей нам лучше всего направить короля. У него лояльность 100. И плюс у него самые сильные навыки, связанные с боем, в случае чего, да? У него командование 6. Бой 8. Бой 4, бой 6. Да, он является у нас самым сильным звеном. А у Леримона, кстати, что у него по показателям? Ух, щит. Он, кстати, нам нужен как командующая армия. Командование 10, бой 10. Он прям идеальный. Главное, чтобы он нам кабину не развалил. Но я попытаюсь ещё скомбинировать. Надо будет, правда, уследить точно момент, когда король... Давайте я сразу тогда назначу. Пленить. Выбираем короля. Так как это будет ночью, а ночь у нас совсем скоро. Я на всякопожарный постараюсь перестраховаться. Как только... Мы будем сейчас, в общем, следить за Леримоном. Как только он пойдёт спать, я постараюсь сразу сформировать армию и поставить её на патрулирование возле дома, в котором он решится поспать. Вот так должно будет сработать лучше всего. Витавер поздоровался с ним. Поприветствовал короля. А пока что мы не подаём виду, что мы его будем паковать, естественно. Зачем? Как говорится. Так, он пришёл. Сейчас он похавает, попьёт. Мы его немножко поотвлекаем, так сказать, от забот. Вчера двое стоило дураком Витавера. Так, издевался над... Там, кстати, нашего малого щемят. Который бастард. У него прям очень большие проблемы с отношениями со всеми остальными. Так, Душёна поговорил с этим. У Смеха получил новый уровень. Замечательно. Так, Леримон, я жду, чтобы ты пошёл спать. Так, Диндонь. Время сна, Леримон. Он решил у нас нормально так похавать, я так понял, да? Я тебя не осуждаю, брат. Но имей совесть. Так, он идёт спать, да? Да, у него появился значок луны. Так, теперь мы тогда берём... Блях, я не вижу, куда он идёт спать. Ну ладно, давайте сформируем заранее отряд. Стоп, нет, 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 нет. Не из тебя. Нет, нет, нет. Где нахер? Отрядом руководит вот этот товарищ. Три лояльных с ним. Добавляем им всё, что мы можем им... У нас щиток, кстати, ещё нет. Формируем армию. Так, Леримончик. Он довольный. Вот хата пустая. Он заходит сюда и ложится в люлю. Так, армия сформирует. Витавер вскочил. Отлично. Так, берём армию, подводим вот сюда. На случай всякий пожарный. Так, он взломал дверь, взломал дверь. Борьба с врагами. Так, стоп, стоп, стоп. Много чего произошло. Если у вас сосед стал вашим врагом, но при этом он слишком силен, или решение проведет, существуют другие варианты. Разграбить его деревню это потом. Заказ на нейтрализацию. Так, ты сослужил мне хорошую службу, убрал этого говнюка. Бла-бла-бла-бла-бла. Слово я сдержу, награду свою получишь. 900 копеек. Уже получили. Супер, отношения с ним улучшили. Тут отношения упали всего лишь на 15. Хммм. Интерестинг. Так, хорошо, когда у вашего правителя слишком много врагов, вы всегда можете дать корону другому. Мы сейчас проверим, у кого там какие враги. Так, передача корона не интересует, борьба не интересует, а ты не интересует. Все, то есть ты запакован, да, официально? Да, у него появился значок. Теперь смотрим. У него лояльность минус 55. Отряд тогда распускаем. Пацаны, вы были собраны зря, но надо было перестраховаться. Все, все свободны. Этот девалю накрадуется. Сейчас проверим отношения у него. Перек. Нас интересуют чьи? Какая нахер таверна? Шуп-шуп. Так, нас интересует, нас интересует, нас интересует. Блях, а что так много ненужного? Вот эти товарищи. Все отлично, соотношение с ними. Слушайте. По-моему, про каналы. Стыд за грехи. Слушай, может ты пойдешь, это, отмолишь. Сколько стоит исповедаться? Шесть. Шесть колец. А у тебя сколько есть? У тебя семнадцать. Блях, ну мы епископу отдадим. Они то есть пропадут из нашего этого, да? А стоп, Е-18, это те же у меня. Да или нет? Скорее всего, да. Я не хотел бы проверять. Так, хорошо, какие у нас действия есть с Леримоном теперь? Леримона тоже можно исповедать. Мы, скорее всего, у него, кстати, забрали кольца, потому что плюс двенадцать колец у нас произошло. Так, мы его можем наградить, чтобы повысить его лояльность. То есть мы ему вернем пять колец. Давайте вернем. Так, что мы еще с ним можем делать? Так, он его наградил. Сейчас проверим, как это изменит его отношение. Настроение у него падает, но лояльность подскочила на плюс двенадцать. Он очень злой, он хочет убивать. У него ранение, он этот, и он еще и бухой до сих пор. Но у нас был такой план. Мы его привели, мы его напоили. Все как надо сделали. Так, зеленая шпиль стала мы... Схерали. Брат, ты че? А, ну у нас же портятся отношения со всеми окружающими, если мы производим это действие. Точно. Точно, точно, точно. Но фишка в том, что мы не теряем... Короче. Если бы мы это сделали локально на территории Мисс Хейвена, то мы потеряли шестьдесят отношений, но с одним. А по итогу мы потеряли по двенадцать, но с пятью, правильно? Шо, в принципе, те же шестьдесят, но оно размазано по всей территории. Шо супер. Так, мы с ними можем улучшить отношения, да? Давайте провести время. Нет, я не хочу к вам короля посылать. Ничего личного. Давайте Дуняву вам направим. Немножечко. Хотя этого будет все равно недостаточно. Мы улучшим до минус двадцати пяти. Шо тоже такой, блях. Ну и Дуняву направлять опасно, по идее. А если Гонца? Можно. С двухста копейки. Вагонец, давай, сбегай. Мы все-таки девятьсот получили за этот весь движ, который мы тут намудрили. Так, с экономикой, да, там творится чудеса. Короче, задача какая? Мы сейчас посмотрим, что произойдет с товарищем Королем. Чьи-чьи-чьих, собственно, этот лорд. Будет ли он с нами вести какие-то диалоги? Пока что он никаких диалогов с нами не ведет. Вот. Если будет, окей. Если не будет, то мы попытаемся его вербануть к себе, потому что это суперполезный тип. У него бой 10, командование 10. Для армии он у нас будет просто золотцем. Поэтому, я думаю, по кашу мы в целом устаканились. Мне прям нравится позиция, в которой мы сейчас находимся. Так, хорошо. Дальше по движению. Ишафот на месте. Где Ишафот? Они все принесли, они просто не построили. Понял. Недостаток 3 рабочих. Так, опять тусовочка. Унс-унс-унс-унс-унс-унс-унс-унс-унс. Ну, похоже, действительно, на сумасшедших язычников, честно говоря. Эрама не обучается. Меня интересует вот этот челик наш. Атинамон. Семья его недолюблю, да еще у него минимальные шансы на наследование престола. Да, он точно не будет наследовать, это факт. Он в хороших отношениях с епископом. По сути, это его единственный друг. Все остальные в нашей семье его действительно недолюбливают. Он тупой. Его должен был бы обучать епископ, но он что-то забил, видимо, на свои задачи. Скучает по родителям. Так, все же родители рядом, нет? Мать рядом, изменщица. И епископ, который твой, тоже трубатя, тоже рядом. Какие проблемы? Не понимаю. Эрамон, кстати, свободно бегает. А, стоп, у нас же здание, по-моему, для них есть специально, да? Враг для пленников. Блях, ну у нас ашифот никак не могут построить. Куда нам еще пленника? О, строят, строят, кстати, лох. Все, отлично. Пусть пока бегает по территории, я сомневаюсь, что он будет бежать. Что у тебя по настроению? Не хватает экипировки, невкусная брюква. Пленник минус 19, на сколько? Мое будущее в плену не сулит ничего хорошего. Брата. А мы можем его вообще завербовать? Освободить и принять. Лайльная из пленника должна стать положительной, тогда вы сможете присоединить его к своих фракциям. О, о, это ну что нам надо. На эшафоте мы сможем его наказать. Пока не торопимся. Пока не торопимся, пока ждем. Так, ребятки, давайте отстраивать эшафот. Бляха, нам надо очень много народу, а народу нет. Вот в чем проблемка еще. Так, назначаем. Бляха, я уже задолбался до вечерада назначать. Давайте дунява. Так, а сюда однозначно вечерада. Правда, здесь мы сейчас уберем до нуля. Потому что у нас тупо нет бумаги, чтобы запустить это здание. Поэтому пусть оно пока простаивает. Так, получил новый этаномон. То есть его все-таки обучили. Конфликт между соседями. Что ты хочешь? А, ты хочешь, чтобы я теперь... Не-не-не, брат. Смотри, в чем проблема. А, мы можем еще... Да. Я думаю, сюда мы направим гонца по вопросу конфликта. Думаю, поддержим Барамыла. Я честно хочу, чтобы этого товарища развалили. Справедливости ради. Давайте поддержим Барамыла. Гонцом, гонец, вперед. А, на него идут прямо атака, прямо сейчас. А кто ему на защиту пришел? Из Яркодолья? Яркодолья это... Ага, понял. Ну, ему жопа, я предполагаю, да? Даже с учетом того количества народа, что здесь. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А к ним идет восемнадцать. Ну, пацаны, тут чисто количеством вы не вывозите. Так, шо-шо? Шо-шо-шо? Яримон был похищен вами. Его король Барамыл предлагает награду за его освобождение. Вообще, слушайте, мы сейчас... Мы сейчас мега в плюс выйдем. Барамыл собирает сумму для выкупа, но еще не собрал ее полностью. Если вы хотите получить больше денег, стоит подождать несколько дней. На данный момент собран 263 копейки и 700. Еще и отношение улучшится. То есть, погоди... По сути, это получается бесконечный водоворот, как мы можем фармить бабло. Я правильно понял? Мы просто будем брать постоянно заложник. И тем самым фармиться. Ну, давайте подождем. Просто мне важнее получить лучше еще одного лорда бесплатно, с двумя прокачанными скиллами по воинскому делу, нежели все остальное. Так, Барамул находится в сложных отношениях со своими соседями Луна Земля. Планирует скоро начать войну. Ему сильно поможет, если один из ключевых лордов врага Фэла из Луна Земля исчезнет. А теперь ты мне хочешь заплатить. Я, по сути, могу рискнуть и уничтожить вообще наши с ними взаимоотношения. Вот меня еще смущает, что мы не можем две задачи одновременно сделать. То есть я направлю... Ну, сейчас глянем. Скорее всего, пропадет после того, как они атакуют их. Скорее всего, пропадет. Так, да будет благосклонно тебе, София. По правде, я не ждал такого ценного подарка. Если тебе понадобится какая-либо услуга, пиши. Плюс 16 мы получили. То есть он к нам уже не враждебен напрямую, да? Минус 18. Ну, это уже не так страшно. Что мы можем еще? Мне вот это нравится. Вежливо потребовать дань. Сообщить волейбору, что вы ждете от него 500 копеечек. В обмен на ваши хорошие отношения. Отношения с волейборами в 25. Вы сможете стать врагами. Отношения с соседями еще минус 7. Вот это мне не нравится, что влияет. Это логично, но мне это не нравится. То, что наши определенные действия влияют на отношения со всеми вокруг. Помимо этих товарищей. Ну, ладно. С ним нам нужно просто сдружиться. Провести время. Почему не принимать никого, кроме короля? Я вот это понять не могу. Вот это не совсем понимаю. Визит посланника. Я бы Дуняву направил. Пушайте мне нужны в работе. Ладно, пока что подождем. Мы с ним уже не воюем, поэтому все окей. Так, Светлый не обучается хер бы с ней. Орехово принесли нам дань. Эти принесли нам дань. Сводка по миру. Заказанную нейтрализацию. Конфликт между соседями. Конфликт между соседями. Почва фермы истощилась. И свиной загончик пока не готов. Так, ждем. Сейчас глянем. Мои сюда идут, не идут? Мой только вышел. О, бляха. Ну, это будет долго. Это будет очень, мать его, долго. Сейчас глянем, к чему приведет их стычка. Так, ежедневная статистика. Тут ничего интересного. Так, показывай. Я успею вообще интересно или нет? Так, у них начались драчки. Естественно, дома затащила. Фэллафса самба произошла. Их заказ все еще остался. Хм. Последствия войны. В результате войны в соседней провинции. Землямиграция оттуда увеличена. Бежда, принадлежащая культуре Таная. Светокараван будет продавать лесные травы, которым торгует провинция в два раза дороже. В течение нескольких дней. Последствия продлятся пять дней. Окей. Так, ты уходишь с таким себе настроением. Одного они потеряли. Ну, либо он ранен не на ногах. У них экипировка 1400. Захвачены 300 копеек и пять пленили. Ёпаяцет. Ну, у них прям серьезный подход, честно говоря. Так, ну, давайте смотреть. У этого отношения сейчас слегка упадут, когда мы придем, да? Мы пришли, поведали им, что мы их не поддерживаем. Мы поддерживаем этих товарищей. При том, что технически они стали захвачены, да? Но при этом Тимелос тут остался... А как? А как зачем? Зачем он здесь остался королем? Тогда не понимаю. Хм. Ну, допустим. Допустим, это сработало. Так, свиной загон. Подождите. Быстренько проверим. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть палачик. У нас есть дунява, которая вешала. О, с настроением произошло у всех. Нелегкое одиночество устроит желание выпить пивас. А вместо пиваса у нас L. Он же поставляется. На складе его пока нет почему-то. Ну, допустим. Так, здесь мы назначили дуняву. У нас два человека рабочих здесь есть. Они уже начали активно заниматься ловлей челов. Что они делают? Подождите, давайте разберемся. Автоматически работающее здание. Запугивание 0, наказание 0, преступление 0. Так, наказание. Поиском наказания подождеваемых преступлений занимается палачи лордов. Следует наказать вручную назначать здание королю. Наказание виновного создаст преступнику негативную мысль, но снимет мысль о беззаконности у жертвы ее близких. А наказание невиновного будет расценено другим персонажем как террор. Беспричинное наказание свободного лорда сильно ухудшит отношение к вашему королю со стороны всех соседей. Угу. Так, какие у нас есть наказания? Давайте смотреть. У нас есть казнь. Персонажа отрубает голову. Обычно это смертельно. Некоторые из наблюдающих бродяг могут решить стать головорезами. Наказание дает значительную положительную мысль зрителям. Маска позора. Персонаж носит маску в течение суток, и другой персонаж в плохом настроении может его безнаказанно побить. Если наказываться простой бродяг, то по истечению срока наказания он снова станет обычным крестьянином. Наказание дает небольшую положительную мысль зрителям. Пока вот это неплохой вариант. Ослепление. Персонаж становится слепым. Слепой персонаж будет улучшить жалкую, а бесполезную жизнь. Перспектива умереть от голода. Наказание дает среднюю положительную мысль. Взятие в плен. Персонаж становится пленником. Некоторые из наблюдателей и бродяг могут стать головорезами. Наказание дает небольшую положительную мысль. Так, мы оставляем маску позора. Меня смущает факт того, что у нас нет все еще решения, что с головорезами делать. Но допустим. Террор мы не проводим ни одной культуры. Продолжайте работать. Сейчас глянем, как они работают. Смотрите! Это урод! Никуда он его утащил? Он его выпустил. Ты маску надел? Нет? Состояние. Шрамы. Интерес к персонажу. Минус пять. Легкий голод. То есть мы точно знаем, что ты головорез. Тебя просто отпустили. Я правильно сейчас понял? Так, амбиции достигнут. Наш король достиг своей цели. И теперь его будут знать, как Витавер. Большой их не сдох. Тем не менее, чисто любые короли не знают границы. Вскоре новые амбиции завладеют его умом. Окей. У меня остались вопросы. То есть мы знаем, что шибко головорез. У нас семь бродяг в общей сумме. Охереть. И каковы действия с ним? Так, лорд подарит крестьянину одну копейку. Тот будет рад исполнить его личную просьбу. Крестьянин может родить ребенка, который будет... Не, не надо. Мне хватает одного бастарта. Это действие греха. Это высшую. Так, мы можем его казнить. Но у нас слишком много обычных бродяг. Короче. Делаем вот что. Мы можем его ослепить. То есть это не вызовет появление новых головорезов. Правильно? И мы увидим, как это вообще работает. Витавер лично его ослепит. Шибко тебе жопа текай. Шибко за тобой идут. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Та-да-дан. Та-ра-дан. Так, это... Ты доволен от того, что ты ослепил? Желание выполнен? Да ты... Мразь, походу. Стыд за грехи минус 12. А шо-шо-шо ты считаешь грехом? Расскажи, пожалуйста. Злая шутка. Запретный секс. Тёмные дела. Начал террор. Так это же не террор, жеж. Ты просто слепил челика, с кем не бывает Зато он сразу же, моментально Моментально перестает быть Головорезом Так, результат конфликта между соседями Давайте глянем Так, закону правителю земли злотами Разве есть ужаснее порока, чем трусость Тебе бы править свинарником Свинарник, спасибо, что напомнил А не королевством, трудные времена всегда приходят И вот тогда ты поплачешься Поплачешься за свое малодушье Подписано, король Тимилос Ну да, он огорчен, я понимаю, я его не осуждаю Торо среди крестьян Используя шафот, палачи начинают Безоказательность казнить, выбранную казнью Сначала всех бородяг, потом безработных Наконец, просто крестьян Эффект, сильно негативная мысль у трех знакомых Наказанного персонажа, среднее счастье Эмиграция будет снижаться, несчастные крестьяне Не будут становиться бородягами А бородяги главарезы Как я должен был и кому пруфнуть Что тот, кого мы сейчас рубанули Был, собственно, головорезан Вот в чем вопрос Так, падение благородного дома в Воронград Это где? А я понятия не имею, где Воронград Превертилось в руины Благородного дома В результате церкви трагических событий Уточните, пожалуйста Какая расцветка у них? Сине-черная А я понятия не имею, где Воронград Я вынужден признать Ну, помер и помер Что поделать? Так, тут у нас еще осталось 263 копейки предлагают Все еще висит задача на нейтрализацию, кстати На нейтрализацию Фэлла Отношения у нас все еще более-менее Фэлла где? Фэлла где-то в путешествии Понял, не получится ее дернуть Ладно, пока кайфуем от тех бабок Что мы и так заработали Не будем никуда торопиться Так, Дунявы где-то Они постоянно заняты какой-то херью Вместо того, чтобы дать инструкцию Сейчас и Шафот за приоритетом На всех пожарный Так, завечены спекуляции Опять наши эти дододики Но мы одного головореза решились Лишились, теперь еще пять бородяг осталось С еще одним головорезом Я думаю, что товарищи на Эшафоте Справятся со временем Так, Лерам искал комплименту Смиха Шутку Елонику Все вроде бы нормально Сейчас я перепроверю их внутренние взаимоотношения Светло А шо-шо-шо со Светлой не так? Светлая будет управленцем Все нормально, что вы ее трогаете? Что вы начинаете суету? Так, Лераму Лераму Леремон У тебя как дела? Леремон Лояльность по чуть-чуть растет У него откуда-то аж 10 этих Мы можем пойти еще одну хитрожопую тему сделать Ммм Так, можем ли мы с тобой просто пообщаться? Можешь пойти исповедаться, кстати, в грехах своих Так, Леремона привели Он исповедался Вроде бы его должно попустить Попустило, нет? Настроение падает во время исповедки Все Лайкос его попустило Так, теперь Наградить мы тебя больше не можем Шо, жаль? А есть какой-то ограничитель? Через 6 часов мы его снова можем наградить Хм Хорошо Так, наказывать мы его не будем Мы его можем точно так же ослепить и казнить Ну, наверное, не стоит Сыграть в кости У него же интеллект вроде бы невысокий был, да? Интеллект пятерка всего лишь Интеллект пятерка Смотри, какая ситуация Тогда мы берем Сыграть в кости И усмеху направим к тебе, чтобы она сыграла с тобой в кости У усмехи 18 колец Усмеха? Итак Как ты убудрилась просрать У тебя Мать твою У тебя в два с половиной раза выше интеллект Ой, ты дурное Боже, я не могу Так, хорошо Кто там рубится опять? Я слышу, кто-то рубится Та бляха Я слышу, но я не вижу Так, экономика ведет пока в жопу Нам по-хорошему было бы запустить круговой патруль На вычищение как раз волков Что было бы очень хорошо Но, видимо, это попозже Так, что у нас там с настроениями? А, настроение в целом вроде бы неплохо Но можно было, чтобы было получше У бродяг шикарное настроение И состояние у них растет Что мне очень не нравится Короче, да Надо высекать бродяг Хером собачьим Потому что мы так Мы так создадим себе кучу проблем И не сможем ничего сделать Давайте Я хочу увидеть работу Эши фото В полной мере, пожалуйста Так, у нас 6 проблем уже В городе спекуляции В городе бродяге Это мы сейчас поубираем Враг стоит козни Ребенок не обучается Ну, раз тупой, ну что я могу сделать Раз ребенок тупой С этим ничего не поделать Так, дерево у нас есть Дерево есть Мы можем, по сути, попробовать Еще одну ферму сюда вместить Это не то, что я хочу Это по заданию от нас требуется Давайте сюда еще ржаной поставим Свиной загон Так, что у нас здесь? Выращивание свиньи и мяса Популяция свиньи Забьет каждые 6 дней Начало цикла выращивания Требует заготовки В 50 брюкве У нас 200 Для питания Три работника могут произвести 28 мяса за 6 дней Я правильно понимаю? Пока что это звучит прям фу Прям очень фу Потому что Ну ладно, надо еще учитывать Что будет бонус от производства Но обида ситуации в том Что мне гораздо нужнее Сейчас запустить канцелярию и бумагу Но, видимо, этим пока пахнуть Даже и рядом не будет Так, ну хотя отступ сюда Ставьте в любом случае У нас сколько там не хватает? У нас трех не хватает А нужно еще того больше Так, еще один есть Стоп! Черт, я тебя видел Ганель! Вот он, головорез Я думаю, что мы можем его смело Ослеплять Ну типа нахера нам ждать Что он будет творить кучу говна Когда мы можем его просто ослепить И не мучить жопу Единственная проблема Что его ослепляет король Вот это не совсем правильно Мне кажется Правильно, пока все в церкви Быстренько сгоняй его Повыкалывай ему Зэньки Чек, 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 чек Так, до свидания Все, мы лишились всех головорезов У нас осталось всего лишь трое бродяг Он у меня только что отмечался дальше Как этот Жертва произвола Ты ж моя бусинка Не за что все знают Это Да нет Ну его через день попустят Он еще и кайден Нормально, невелика потеря Невелика потеря Так, хорошо Мы избавились, в общем, от костяка Криминалитета В наших территориях Так, здесь можно запустить Я думаю, что все будет шики-брыки Так, здесь полюшка тоже строит Ой, что-то так много дерева ушло Нигерази Нам, короче, нужно человек 7 Может даже больше Так, бандиты лесные планируют атаку На кого? Давай заходим, слушай, лесные бандиты на вашу провинцию В ближайший день-два планируют разграбить какое-то поселение Слышь, ты черт Так, Витавир стал старым, пожилым О-о-о-о Мы скоро отхерачим и потеряем короля, да? Окей Так, шахты истощаются, окей Почва фермы скоро истощится, окей Сводка по миру Столица провинции Луноземья была успешно атакована армией Ярка доля разорвала вассалитет Ярка доля Сами с собой Вассальная королевская полностью распалась Провинция Луноземья стала вассалом А, он сделал их вассалом Просто вот в чем дело, да? Лесные бандиты, продажа пленников Э-э-э Давайте глянем Что у нас здесь? Сколько? Бляха, их надо было тогда зарезать Херам собачьим Двенадцать бандюков уже насобирали Они еще и с луками Ой-ой-ой-ой-ой Четверо с копьями, да? Жопа Они мне сломают просто все, что можно сломать Семь бандитов с навыком боя Пять и без вооружения Присоединяться к вашей армии Это будет стоить Триста пятьдесят копеек Ммм... А если подкупить, что нам это даст? В течение следующих семи дней Атака на ваше поселение Отменяются Рослагеря прекращается Это действие может быть Диспломано при помощи гонца Бляха Если мы их покромсаем Мы получим плюс Порепя Плюс Порепя от соседей Мы получим еще пленников Которых сможем продать в магаз Что вообще класс Но есть проблема У нас нет сил Насколько мне известно Сейчас проверим Ммм... У нас они очень слабенькие все Ну давайте сымитируем Как будто бы мы собираем Бляха Этот чел нам нужен Он очень как нам нужен Мы можем попробовать Заплатить бандюкам на семь дней Тебе долго осталось? У него тридцать два Король наградить повторно У нас есть реально большие шансы Давайте да Давайте да Мы попробуем откатить временно Они же перестанут развиваться Вот еще в чем плюс Поэтому да Отправляем гонца с подкупом Так тут у нас шок Тут собрали уже 577 копеек Но я его не отдам все равно Я не знаю к чему это приведет В конечном итоге Но я его отдавать не собираюсь Так и лорды Фила опять хер по имени Подешляется Отряд луны терра Короче фила где-то затынялась Очень зря До мина Очень зря Потому что мы могли бы получить бонус Так и здесь что Главарь бандитов желает продать Четырех пленников за 48 копеек Составляет 12 за штуку Бляха Ну это хорошая вещь Но это скорее всего будет опять же Резать репутацию Что я бы не хотел бы Так окей Послали посланника Я надеюсь что нам это сыграет Свою роль Так у Ларимона минус 20 Мы его почти вывели уже в позитивную лояльность Что мне кажется Топовый топчик Мудрая беседа Давайте попробуем еще раз сыграть А через 7 часов только Херово Нам по хорошему нужно его облапошить По нескольку раз А что здесь делает Цветанка поймали Потому что он бродяга Вы его отмаливаете Что вы с ним делаете Почему палач ему спинку чешет Что происходит Так отлично Он еще что то хочется для Лимона Что ты его трогаешь Ты с ним прям друзьями друзьями что ли стал Ты аккуратней Он все таки пленник Он не просто мимо проходил Ну короче да Я надеюсь что у нас за неделю получится Его по лояльности вывести И тогда мы его соберем с остальными Отправим армией в атаку Это должно по идее сработать Ну мне так кажется Так хорошо ну допустим Давайте сымитируем Кого мы еще можем добавить Несчастный крестьянин Давайте Довармейку Чтоб ты был посчастливее Чуть-чуть У нас очень много фанатиков Он не станет волшебным солдатом Пока правитель не святой Я вот не совсем понимаю Как нам надо сделать правителя святым Что для этого требуется Нужно ли какое-то шаманство С епископом или нет Ну короче допустим 6, 7, 8 Даже если в лучшем случае Мы возьмем 9, 10, 11 Есть шанс что нам все равно Не хватит мощности Для того чтобы развалить там кабину Но мы можем взять рыцаря По идее Ну просто от этих бандиков В любом случае надо избавляться Так вы что там только маску вешаете Вы же ничего плохого не делаете с ними да? Поругал, поругал Сказал ему что он как обяка Откуда у него шрамы? Что? Сейвик Все как всегда Проверяем Так он пошел Запуган Этот персонаж был запуган палачами И в течение суток побоится совершать преступление Но это не убирает его из списка бродянг Вот что Неприятно Ну хотя там же писалось что через сутки он встанет Окей Так здесь заберем Оставляем только одного палача Нам сколько еще не хватает? Шестерых нам рабочих не хватает Короче ждем В любом случае ждем Так лагерь лесных бандитов Результат Бандиты снисходительно приняли ваши деньги Отпустили вашего лорда Так конечно не лорда Ну ладно В течение следующих 7 дней Атаке на вашей последней отменяется Размер Лагеря не увеличится 12 рыв мать его 3535 А это у них броня базовая Да я так понимаю Или у них нет брони Скорее всего это базовая броня Атака подкуп Нам не надо портить отношения Короче пока что надеемся и ждем Что будет лучше Лучше стало уже по криминалу у нас на территории Схирали их опять 5 А мне брызут Так приступление одно совершено Запуганных трое Нам осталось еще запугать двоих И по идее все должно быть Чики брыки Так по армейке у нас прям очень плохо Очень очень плохо Нам нужен был тренировочный лагерь Ход что я вспомнил Да вот оно тренировочное поле У СМИ ходовой вперед Нам это обязательно нужно Так вас всех убираем По свиноферме мы тоже встали Давайте сюда вечера Тут однозначно Сразу же надо расшириться Для того чтобы было побольше свинок И соответственно больше профит Ну короче надеемся А бляха Ну что же У нас большие проблемы У нас очень сильно не хватает народу Во первых Очень очень мать его сильно Ну давайте я еще заранее жилье лупану Чтобы потом не забыть Так лупаните сюда еще один домик Я думаю что это нам даст возможность Раскрыться в полной мере Хорошо ребятки Пока что сделаем с вами небольшую паузу Спасибо большое за просмотр Не забывайте комментировать видео И конечно же нажимать на колокольчик И мы с вами встретимся в следующем эпизоде Пока пока